всем доброе утро галасять наши петухи в сараях сейчас будем их выпускать ну и закончився у нас процесс копчения петушков мини мясных палевых и загорских лососевых коптелы с холодным копчением но и часть жира есть часть жира есть потери жира так как птица я уже указывала мармурова жирненькая как свинина но потери минимальны перепелины было значит 20 перепелов я коптела получилось где-то половина была жира но и вот такие получились у нас окорочка ну и буду я дегустировать конечно мясо загорских лососевых так как загорских лососевых мы теки пробовали бульоны вот и запекала я а меньюшки у нас были очень вкусные мясо с курятины я не реализую пока у меня это не мало в планах но возможно если я расширю свои объемы мини мясных до того чтобы их реализовать возможно и будет рассматриваться такие вариант на данный момент все коптим теки для своей семьи ну и щас подивимся шо наш дима генератор наша коптилочка скейки получилось конденсата вот бачите яка банка коптила я 12 литровых банок щепы грушовой ну если баночка вид горчицы у нас кто на украине знает что есть такая горчица вот стики конденсата баночка на 250 грамм вот так получилось конденсата ну и щас же ж мы подивимся скейки у нас скейки у нас зали так як 12 литровых банок это почти что видро щепы было да ну уже была ночь ночь и уже я даже и не витирала потому что я оставила и пішла вот такие образовались потеки потеки от кришки вот так вам будет видно потеки потому что кришку открывала ставила сипала щепу потом кришку закрывали получался той конденсат что с верхней верху с кришки он стекал ну ничего значит сегодня надо все разобрать помить и подготовить и подготовить так как будет работа надо делать заказы по мясу перепели нам вот сняла я нижний поддончик с дыма генератора и это все сейчас глянем что у нас вот в таком бин так куда кришку поставить вот в таком состоянии состоянии напоминаю что лучше помить лучше помить сразу я сейчас уезжаю просто на рынок все дня дмитра праздник кто дмитрий всех дмитриев поздравляю с праздником а девчата до девка дмитра хитра як что уже не вышли замуж значит шукайте своих коханных и снова уроку начинайте им говорить что треба замуж так сейчас высыпаем вот тут есть такая решеточка правда наглядно ли она показывается дуже хорошо для тех кто хочет себе коптилочку такую сделать вот такая ваще трех ножка уже чуть-чуть деформировалась потом щипа поддон бац вот так ну чтоб сказать вам визуально визуально скейки получилось ума на цей щипы ну скорее всего что так горсточка маленького ребенка или моя жменька все перетлила щипа дорогие мои друзья я коптю тики на щипе на щипе яку делаю я сама я можу сказать зякой щипы то есть якою щипою коптилось мясо ну и так же открутила я уже эту баночку конденсат конденсат вот это вот гадость вот воно таки жидковато но главное не пролить на руки если проляете на руки воно як йод даже таки жирне в общем як мазута очень тяжело отмить воно может быть даже и целую неделю если это женщины даже и целую неделю воно не отмиваются вот этот конденсат лучше выливать где-то так чтобы ни собаки ни кури ни чего животных не поела я уже вам рассказала киви на вкус я его пробовала даже вот так легко капельку на язык получается как кислота она щипает стягуя я катажога язык в общем не знаю что с ним его куда використовують что из него делают я его просто выливаю сейчас даже пиду в уголочек и вылию даже и в нос бьет такая кислота фу вонюча ну бачите одни говорят что оно должно быть таки как вообще как патока ну оно там на низу что-то и образовалась всякая густота так большинство большинство ну пахнет да пахнет от этим ко мне больше напоминает как капчона рыба такая дымляна знаете як рыба якась с дымом таким но если хотя если так не резко як духи нюхать знаете не резко так пахнет рыбой рыбы прям копченой пахнет классно пахнет рыбой копченой но конечно бешен и куда я вот я достала несколько окорочков я вам дорогие мои друзья покажу вот по сравнению вот это у меня окорочок загорского петушка бачите вот у него жира мало вот пока подкожный жир кормились содержались в не вместе подкожный жир его тут мало на чем она был один вообще там такие постненькие один вот загорский потяжелее був удаваться даже окорочок хороший потяжелее мясо вот заговор ски а а це у мене мини мясний слева вот слева мини мясный вот если подивиться на вот эту тушечку сли справа загорский у него подкожного жира мало а слева це мини мясный и вот мини мясный его як видно его видно по толстых ножках вот такие толстые ножки вот и дубки у них таки дубки жирненькие ну як вы бачите це все блестить потери жира були частично а була б если б я их коптила сильными тушечками и с шией потери були б вообще минимальны а так как тушка была вскрыта вот вскрыта и по краях вот тут возле горловины вот на конечно вот тут скорее всего и были вот эти незначительные потери жира но я буду пробовать еще делать их так жабками як я делаю перепелов из шейкою возможно возможно и будут меньше потери но если це разрезать вы як бачите вот воно все тверденький вот это все жир вот копченых кто любитель свинины копченой такой хорошей сочной вот тоже мини мясные отвечают по таким параметрам кто хочет заводить птицу я считаю что это очень рентабельно птица яйцо есть вам достаточно предостаточно для своей семьи яйцо есть то что мало ешки можно выращивать як в клеточном содержание аквальерном и як я содержу их на выгуле и шо шо быстро они растут у три с половиной месяцев петушків я вырезала тоже есть заранее видео в ютубе на хитро на канале хитручкин двор я сама проживаю в перомайске николаевской области по реализации яйца может координаты мои есть на фейсбуке в одноклассниках а также на ольх звать мене хитрук елена и в дужках садовская ротор вот так так что по вопросам шо это за птица мини мясная шо это за птица загорская лососевая если вы хочете работать на реализацию на рынок яйца значит вы покупаете курейный сушек лигорный наподобие такие куры яки просто сыплять яйцо а если вам от именно для семьи постоянно чтобы у вас было мясо от люди приобретают бройлеров приобретают бройлеров подержали зарезали но я вам хочу сказать что я бройлеров тоже один год выращивала и я сказала все это дерьмо ну может ктось привык то есть привык до такого мяса но мне оно не нравится мы его курицу на 4 килограмма села нас 4 человека скушали и дивимся друг на друга а я говорю что грите борщ я говорю да грей мама борщ потому что что то ця курица даже и не задержалась ну одного тут я за хвостик подвешила потому что думаю они таки большие как мне их подвешать правильно чтобы они зависали один на одному так сейчас мы все поснимаем сейчас все поснимаю вам все покажу потому что мы рыхтить так вот и все достала я уже все тушечки тушечки слева вы бачите менюшек а справа 4 кусочка 4 окорочка то есть было два петушка загорских лососях раз два три и четыре вот такие у меня загорочки хорошие загорочки тоже будем пробовать загорочек какие они будут на вкус я думаю медом кашу в чем маслом кашу не испортю дорогие мои друзья вы мне пишите что слюнки ты чуть ли на 5 вас дразны но самая работа я показываю для реализации перепелов я визуально показываю чтобы вы бачили яки копчу в чем я копчу яка коптилочка вот якой щепой яке мясо человек покупатель должен знать вы приходите конечно вслепую магазине покупаете даже не знаючи мясо мясо пахнет пахнет по инерции покупать постоянно кушают а если покупать у постороннего человека умены вы должны знать продавец вас должен консультировать и во-вторых по реализации инкубационного яйца мясо тоже хотелось бы знать побольше информации что представляет собой у кури мини мясные паливише представляю собой загорочки но фотографии это все хорошо таких человек выставляя фотографию красивый ухоженный а какая его сущность внутренность мы не знаем потому что вона нам и не нужна мы можем пообщаться как с другом и знать и подходи он вам как друг или не подходи он вам как друг вот а мясо это продукт питания який должен на данное время это органическая пища я не указываю эко потому что уже модно так тенденция пошла что эко 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 все сидят на комбикормах все сидят в клетках жужбом и говорят эко 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 если условий содержания никто даже им не делая гоняться за длинным рублем и катаются на белых джипах ну пожалуйста пожалуйста живете вы так пожалуйста ну для своего покупателя я стараюсь показать что как и к чему вопросов до меня не поступает никто меня ничего не спрашивает я думаю видео снимаю понятнее вот ну бывают такие индивидуумы какие не могут понять почему в курице разные кости все буду я выпускать сейчас курочек мясо поставлю пускай еще воно подише пускай даже до вечера подише оцей воздух из него выйдет созревать воно было в коптилочки созревало и сейчас дозрее ну конечно доця олечка мама тоби возьми я даже не знаю если тебе больше взять вы же даже кушать суп не будете будете кушать одни мясо мама тоби сейчас привезе перепелочек и вот такие тушечки мини мясных а зять ми сильно хотів копченый суп ой суп скопченый кур так в мене просил ну сынок я тобі воду даже пока птила с крылышками отрежете вот эти крылышки и зварите и хребетик да вот тут дес хвостиками вот такие окорочка я робила вот хвостиком цей ой с хребетиком цей раз робила о скользко як робила с хребтом от есть даже на рынке продаются от так отрезать можно хребетик и сварить супчик ну я так николи не делала я просто окорочка вот так вот вот так вот коптила чтобы они были без хребта хребтовые я пускала на суп даже и сама мужу попробовать гороховый суп мой будет наверно точно вкусно будет наверно точно вкусно всех дорогие все я буду заканчивать видео время мне собираться на рынок дорогие друзья я вас всех люблю целую крепко обнимаю всех 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 зрителей своего канала относятся до всех положительно ну и все добавляйтесь до меня друзья хочет ставьте лайки хочет ставьте дизлайки на мене це не реагирует вот только чтоб глупых вопросов не было все крепко обнимаю целую до новых встреч а сегодня дмитра всех с праздником